Маски по серпе. Рейды в общественном транспорте и других местах массового скопления людей в Анапе не прекращаются. Сейчас, когда санитарная обстановка осложнилась, эта работа усилена. Логичность законных требований понимают даже нарушители. Конечно, согласен. Обычно ездить в маске? Обычно, да. Я спешил на работу, поэтому не одел. Подобная поспешность может обернуться в лучшем случае профилактической беседой, а в худшем – ощутимым штрафом. Его размер – до 30 тысяч рублей. Данное мероприятие проводится у нас на постоянной основе в связи с увеличением лиц, заболевших данной инфекцией. В целях профилактики, опять же, не в целях именно наказания людей. Ну и кто, соответственно, не понимает, то есть административное наказание, передается материал в суд для соответствующего законного решения. Продолжается работа по соблюдению масочного режима как водителями общественного транспорта, так и пассажирами. Поэтому хотим предупредить пассажиров и водителей о необходимости ношения масок в общественных местах, в том числе в общественном транспорте. За период пандемии многие анамчане и гости курорта привыкли к ношению масок. Но забывчивые до сих пор все-таки встречаются. Людям напоминают, речь идет даже не о штрафе, а о смертельной угрозе для каждого человека и его близких. На улице, я считаю, что нет никакой необходимости носить маску, но в транспорте и в каком-то закрытом помещении маску носить обязательно нужно. Но мы же сами должны себя беречь, свое здоровье. Сотрудники мэрии, Роспотребнадзора, полицейские и казаки продолжат рейды в Анапе. Рисковать нельзя никому. Даже привитый человек может оказаться переносчиком вируса. Поэтому масочный режим остается актуальным. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.